Здравствуйте! Мы привыкли называть геранью комнатное растение в горшке. Такие цветы еще недавно выращивали почти в каждом доме. Сейчас растение не менее популярно. При этом на дачах и городских клумбах встречается культура с таким же названием. И сегодня даже опытные цветоводы часто говорят о герании и пеларгонии как об одном растении. Правильно ли это? Оказывается нет. Герань и пеларгония – это два разных, хотя и внешне схожих растения. Относятся они к одному семейству гераниевые, но различий у этих культур намного больше, чем сходство. С греческого языка пеларгас переводится как аист, а геранос – как журавль. Растения получили такие названия, потому что плоды пеларгонии напоминают клюв у аиста, а у герани соответственно журавля. Отсюда второе название герани – журавельник. Спасибо за вашу поддержку лайками и комментариями. Также вы можете поддержать канал Финансово, всю информацию найдете в описании под роликом. Ну а мы продолжаем. Герань и пеларгония – как отличить одно растение от другого? Помимо названий, у растений есть немало других различий. Начнем с того, что герань и пеларгония не скрещиваются между собой, поскольку относятся к разным родам. В реальной жизни проверить это не так легко, будем верить селекционерам и продвинутым цветоводам. А вот остальные различия можно изучить на собственном опыте. Ну и начнем с внешнего вида растений и особенностей их строения. Герань представляет собой многолетний травянистый кустарник с резными листьями и россыпью цветков, на каждом из которых насчитывается 5 или 8 симметрично расположенных лепестков. Цветки могут быть одиночными или собранными в соцветия. Популярны сорта белых, розовых, сиреневых и малиновых оттенков, встречаются даже черные. А вот алых цветков у садовой герани не бывает. Корневая система у растения крепкая и ветвистая. Некоторые сорта, например герань оксфордская, способны быстро разрастаться и не требуют осенней обрезки. Да и к почве герань не требовательна. Даже после цветения куст садовой герани сохраняет свою декоративность и украшает участок до конца осени. А пеларгония – это многолетнее травянистое растение. Листья у нее пальчатые, то есть жилки листа расходятся лучообразно. Цветки неправильной формы, верхние лепестки чуть крупнее нижних. Цветет пеларгония аккуратными пышными соцветиями белых, розовых, алых или темно-красных оттенков. А вот голубой или фиолетовой окраски у этого растения вы не встретите. Корневая система небольшая и мочковатая. Пеларгония любит рыхлый плодородный грунт с хорошим дренажем и легко переносит небольшую засуху. В целом, растение неприхотливо, но требует обрезки и формирования. В комнатном цветоводстве популярны зональная, королевская и плющелистная ампельная пеларгонии. Отличаются и места обитания герани и пеларгонии. Герань предпочитает теневые или полутеневые участки сада. Она морозостойка и хорошо зимует без укрытия. Благодаря крепким корням может расти на склонах. Красиво смотрятся кусты герани в приствольных кругах и ракариях или каменистых садах и вдоль садовых дорожек. Растением можно смело заполнять пустоты на клумбах. Оно хорошо сочетается с седумом, тимьяном и даже розой. Можно попробовать высадить куст герани в качестве солитера. А вот пеларгония теплолюбива и может произрастать только в условиях квартиры или зимнего сада. Летом согласится пожить на балконе, террасе без сквозняка или на теплом участке клумбы. Но на зиму растение придется вернуть в комнатный горшок. Не любит ярких солнечных лучей и переувлажнения. Иногда ее выращивают в саду как однолетник. Пеларгония также обладает антибактериальными свойствами и прекрасно очищает воздух. Аромат растения помогает при головной боли, бессоннице, стрессе и сердечно-сосудистых заболеваниях. Поскольку растения очень разные, уход им тоже требуется каждому свой. Если у вас не так много времени на заботу о садовых цветах, герань – это подходящий вариант. Она неприхотлива и жизнестойка. Подкормки, обрезки, укрытия на зиму и без всего этого растения будет долго радовать своим цветением. Посадку лучше проводить ранней весной или осенью. Садовая герань отпугивает вредителей и сорняки и привлекательна для насекомых опылителей, поэтому ее можно высаживать прямо на овощные грядки. После окончания цветения желательно срезать цветоносы, а осенью удалить надземную увядшую часть и замульчировать куст компостом или древесной корой. Герань редко болеет, но все же может заразиться мучнистой росой или серой гнилью. В первом случае достаточно опрыскать куст трехпроцентной бордоской жидкостью. А во втором лучше удалить заболевшее растение и пролить почву триходермином. Размножить герань можно семенами или делением взрослого куста. Если невозможно посадить деленки осенью, их можно сохранить до весны. Для этого присыпьте корневища растений торфом и поместите в контейнер или пакет с отверстиями. Чтобы корни не пересохли, периодически увлажняйте субстрат. Температура хранения должна быть в пределах 4 градусов. Комнатная пеларгония по сравнению с садовой геранью довольно прихотлива, но в мире домашних растений весьма нетребовательна. Свежий плодородный грунт, регулярные поливы и подкормки обеспечат обильное цветение и здоровье всего куста. Емкость для посадки должна быть не слишком большой, среднего размера. Важно расположить горшок с пеларгонией в хорошо освещенном месте, но без прямых солнечных лучей. Если такого места нет, просто притяните горшок. Плохо реагирует цветок и на сквозняки листья скручиваются и желтеют. Также опасность представляет переувлажнение земляного кома, поэтому обеспечьте растению хороший дренаж и грамотный полив по мере просыхания верхнего слоя почвы. Через день после процедуры грунт рекомендуется осторожно рыхлить, чтобы не образовывалась земляная корка. После цветения обрезайте засохшие цветки. Также полезно удалять загущающие куст побеги и подрезать лишние листья. Для подкормки в течение весны и лета используйте комплексные минеральные удобрения. У пеларгонии постоянно происходит процесс отмирания старых листьев, поэтому не бойтесь за ее здоровье. Но вас должны насторожить налет и бурые пятна, скручивание листовых пластин, наличие на них паутины или дырок. При выращивании пеларгонии нужно соблюдать температурный режим. Растение не переносит понижение до 15 градусов. А зимой в период покоя не любят соседство с батареей, так что лучше уберите горшок с подоконника вглубь помещения и обеспечьте подсветку фитолампой. Раз в несколько лет необходима пересадка в более просторный горшок. Подытожим. Герань – это садовое многолетнее растение, которое не боится холода и с радостью цветет на клумбах. А пеларгония – это горшочное комнатное растение. Летом может пожить в вазоне или на клумбе, но требует теплой зимовки. Если вы привыкли называть комнатное растение геранью, ничего страшного. Только при поиске информации о нем используйте название пеларгония. А настоящую герань можете высадить в своем цветнике. Ну вот и все на сегодня. Герань и пеларгонию можно приобрести, перейдя по ссылке в описании или в закрепленном комментарии под роликом. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео и оставляйте комментарий. Также переходите по ссылкам на другие платформы с нашим каналом. Ссылки также найдете в описании под роликом. И если хотите поддержать канал, то ссылки тоже в описании. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok